Я сейчас иду с тобой, чтобы сказать тебе, что мы похитили тебя. Где? Где я? Где я? Ты видишь, где ты? Ты видишь? Я тебя похитил, чтобы спросить вопросы про Оксимирона. Братан, я тебе хотел сказать, что я не хочу отвечать. Блин, опять? Придётся. Ваших зрителей, ну ладно, отвечу. Я, да. Я заходил вчера в ТикТок. И что ты видел, заходя в ТикТок, это очень важно для зрителей. Понимаешь, о чём я говорю тебе? И для меня в том числе, для моего сына, для моего внука. А хотя и не дедушка ещё. Для всех будет важно, зачем ты заходил в ТикТок. Это большое событие. Для рэпа, что Eminem заходил в ТикТок. Понимаешь, о чём я? Это такое же событие, как легендарное, как я первый раз сходил посрал. Как первый раз я сходил в школу. Как первый раз я попил Кока-Колу. Да, я загадил в ТикТок. Пришлось зайти в русский, посмотреть, что там происходит. Где-то так. Вот. И захожу я, натыкаясь на аккаунт Оксимирона в рекомендациях. Два миллиона просмотра. Да, два миллиона просмотра. И Оксимирон там, получается, рассказывает, оправдывается, что его альбом понравился людям. Его альбом зашёл. И он не ожидал этого результата. Естественно, ты не ожидал этого результата. Потому что забыл, кто тебе продвигал альбом. И кто вкладывал. Ты вкладывал в раскрутку этого альбома. Это что-то новое. Я, честно, об этом не слышал. Это всё обсуждалось, наверное, за кулисами. Да, там. В переписке в Инстаграме. Вот. Как мы знаем, просто Оксимирон такого масштаба не ожидал. Мы думали, что это он всё своими руками. Он умеет красиво преподнести, что ему выгодно. Он же еврей, сам знаешь. Вот. И евреи все такие. Кинг только я. А я вообще за русской индустрией всей вкладываю. Я недавно...